Здравствуйте дорогие друзья! Это азбука спиннинга и я ее ведущий Валерий Новосадов. Мы с вами, как вы видите, на водоеме и сегодня тема нашей передачи будет практическая ловля на джиг, на джиговые приманки. У меня вот сегодня было время, я приехал на водоем на полтора часа раньше, чем оператор, спустил лодку и решил проверить некоторые свои давно мне известные точки, именно пробить их джигом. Вот 16-граммовая головочка, поролоновая рыбка, но чтобы рыбу не накалывать, я от этой рыбки откусил крючки. Она была оснащена двойником, то есть двойными крючками, и вот эти вот крючки я откусил. И вот посмотрите, за полтора часа ловля, что стало с моей поролоновой рыбкой. То есть щука проявляла себя, она ее атаковала, грызла, и изгрызла в клочья, и оставила очень много царапин на грузеле. Для чего я это все рассказываю? Когда мы получаем поклевку и не понимаем, что это было, поклевка или задев приманки за какое-то донное препятствие, за корягу или за что-то, достаточно вынуть приманочку и внимательно ее посмотреть. Если у нас с вами клевала щука, она обязательно оставит какие-то свои следы от зубов на нашей приманке. Почему я сегодня в качестве приманки буду использовать поролоновую рыбку? Ну, просто исходить из своих личных предпочтений. Последние год-два, может быть, три я все-таки поролоновым рыбкам отдаю больше предпочтений, чем неким дорогим или не очень дорогим силиконовым приманкам. Сейчас на рынке есть, как мы с вами говорили во время теории, съедобная резина, так называемая съедобная резина. Так вот, поролоновую рыбку можно также спокойно обработать любым аттрактантом, и она будет иметь тот же запах, может быть, тот же вкус, как и самая настоящая съедобная резина. Ну вот, а сейчас я хочу, прежде чем начать ловлю, заменить нашу приманку с вами, потому что нам теперь поклевки не нужны, нам будет нужна рыба, и заодно заменить поводок. Во время джиговой ловли я всегда, во всех 100% случаев, пользуюсь поводком. Поводки я делаю сам, они чуть больше 20 см, это гитарная струна диаметром 0,4 мм. Почему я хочу заменить поводок? Да потому что я с этим поводком на реке рыбачу уже два дня. Вчера я был на реке, рыбачил, и сегодня. Во время рыбалки постоянно, если вы обратите сейчас внимание, наш поводок не имеет никаких застежек. На одном конце поводка я делаю глухую петельку, к которой и привязываю шнур, а другой конец поводка у меня имеет вот такую вот косичку. Как это работает, я вам покажу чуть позже, а сейчас я привяжу поводок к своему шнуру. Удилище у нас имеет тест 10-42. Спиннинг называется SL-Rodz флагманская серия Lex. Это специализированное джиговое удилище. Поэтому катушка здесь, в данном случае, у меня стоит Shimano 4000, я вам сейчас тоже это покажу. И вот шнур с такой снастью я использую 1,5 PE. Значит, привязал я свой поводочек к шнуру, узлом поломар, а вот теперь я сейчас оснащу поролоновую рыбку грузголовкой. Грузголовка у меня разборная, я вынул вот эти ушки и сейчас собираю приманочку. Вот так вот собрал, оснастил. И теперь, почему нет никаких застежек, как я вам говорил, вот застежку выполняет, роль застежки выполняет вот эта косичка. Мы одеваем нашу приманку и просто-напросто как бы заплетаю. Все, у нас нет никаких карабинчиков, застежечек или еще там что-то. На мой взгляд, это все лишнее звено, которое где-то собирает на себя какой-то мусор, где-то выступает как слабое звено. Здесь вот такая вот косичка никогда меня за всю мою практику ни разу не подвела и не подводила. Мы рыболовы, народ своеверный. И принято считать, что когда мы ловим рыбу с первого заброса, это плохая примета. Сегодня я уже был на водоеме, как я вам говорил, пытался ловить рыбу. Поэтому мой заброс не первый. И если у нас с вами получится поймать сейчас, то будет очень даже здорово. Поехали! Здесь все по классике жанра. Что такое джиг, мы с вами говорили в теоретическом нашем занятии. После заброса мы кладем приманку на дно, даем ей время, она опускается на дно. А потом начинаем ступенчатую, так называемую ступенчатую проводку. Несколько оборотов ручкой катушки. Пауза. В эту паузу мы ждем, когда наш груз с приманкой опустится на дно. Вот сейчас у меня 16 грамм стоит. И мне почему-то кажется, что в данном месте 16 грамм многовато. Давайте я скажу пару слов о месте ловля. У нас с вами на календаре июль месяц. Если быть точнее, 25 июля. Температура воды по показанию эхолота 23 градуса, 24. Она колеблется. Сегодня такая, завтра такая. Вчера была такая. Так вот, в такое время года ловить рыбу где-то на береговом свале, вот здесь, в данном месте, можно. Но все-таки это будет не так эффективно, нежели если бы мы ловили осенью. Вот осенью, да, белая рыба собирается в стаи и встает вот на эти вот бровки, на свалы. И хищник пасет эти стаи. Сейчас белая рыба сосредоточена по водоему. Она то там, то здесь, то тут. Поэтому хищник в большей степени сейчас, скажу немножечко по-другому, хищник если и привязан к свалу, то в меньшей степени. А вообще его можно искать сейчас в разных местах. Вот одно из таких мест, где мы пытаемся с вами поймать рыбу, это вот остров. И вот под островом еще в прошлом году была яма глубиной 5-6 метров. Если фоновые глубины в округе были метра три, то вот эта яма была 5-6 метров. Но поскольку, поскольку река вот в этом месте, еще раз скажу, она у нас очень, она у нас меньше всего зарегулирована, здесь присутствует течение, можно видеть правый берег Волги, можно видеть левый берег Волги. Вот в половоде, в таких местах, очень высокая вода. И каждый год этот участок Волги очень серьезно меняется. То есть бывают года, когда яма затаскивает грунтом. Вот как в этом году вот эту яму затащило течением, и ее нету. Какие-то ямы, наоборот, вымывают, и они становятся еще глубже. Поэтому вот если вы находите где-то под островом достаточно глубокую яму, было бы здорово, если бы она оказалась еще немного закоряженная, можете быть уверенным, что хищник здесь присутствует. Особенно вот в такие трудные для нас спиннингистов времена, как июль месяц, когда мы пытаемся поймать с вами не какую-то белую рыбу, потому что, допустим, в июле белую рыбу поймать гораздо проще, чем, нежели, допустим, в октябре. А вот когда мы ловим джиговую рыбу, то есть мы с вами нацелены в первую очередь или на щуку, или на судака, то вот такие места, как нельзя, будут кстати. Ну вот у меня третья проводка, и поклевок пока нет. Сейчас я еще сделаю одну проводочку поближе к берегу. Если и там не будет поклевок, то мы с вами переедем. Потому что если рыба в месте ловли присутствует, или присутствует активная рыба, то она обязательно должна у нас клюнуть. Если же она не клюет, то тут два варианта. Или ее вообще здесь нету, или она настолько неактивна, что ей на наши приманки наплевать. Но поскольку мы с вами зажаты сегодня в очень жесткие условия, мы можем ловить только джигом и ничем больше, поэтому мы прокидали эту точку и меняем ее, ищем другую. Если бы у нас не было таких жестких условий, то я бы, возможно, попробовал бы пробить эту точку воблерами. Поставил бы диповый воблер, и также бы сделал несколько проводочек. То есть проверил бы, как рыба к джигу абсолютно равнодушна, а как к воблерам она будет. И когда мы вот такие места пробиваем несколькими способами ловля, мы, как вы понимаете, свои шансы на поимку хищника увеличиваем. Вот я по коряжечке сейчас прошел. Видите, прижался чуть поближе к берегу, и сразу чувствую на дне коряжки. Я предлагаю сейчас, даже если не будет поклевки, еще разочек прокинуть это место. Когда мы ловим в сильно закоряженных местах, там тоже есть своя специфика. Наша приманка часто падает на дно, задевает по этим коряжкам. Иногда нам кажется, что это поклевка. А мы с вами знаем, что поклевка на джиг – это такой короткий ударчик в холостик удилища, в кончик, который иногда передается в руку. В большинстве случаев передается в руку. Так вот здесь, когда приманка падает и задевает за корягу, тоже мы получаем такой ударчик. Вот здесь надо быть внимательным и ни в коем случае не сделать подсечку. Потому что если во время ловли в корягах делать вот такие резкие какие-то подбросы приманки или подсечки, то есть шанс забить приманку в эту корягу. Лучше всего, когда мы понимаем, что приманка повисла на коряге или там постучала по ней, лучше всего попробовать перетащить, вот так поднять немножечко. Вот я сейчас перешел к коряжку, перепрыгнул, выбрал слабину, подождал, когда приманка ляжет на дно и опять начал проводку. Если опять коряжка, то опять перетащить ее вот таким образом, выбрать слабину, подождать, когда приманка ляжет на дно и опять начать классическую ступеньку. Ну, а у нас с вами сегодня щука не отозвалась в этой точке, и мы не будем терять время. Я сейчас доделаю проводку, и мы поедем в другое место, вот именно туда, где сегодня у меня изгрызла рыба мою поролонку, которую я вам показывал. Возможно, мы там что-то и поймаем с вами. Приехали на новое место, как я говорю, под остров, где очень приличная глубина. На дне, то там, то тут, присутствуют коряжки. Очень эффективно, когда наша приманочка стучит по коряжкам во время джиговой лобля. Часто поклевки происходят перед самой корягой, но очень часто случается, когда мы приманкой попадаем в корягу, начинаем перетаскивать приманку через коряжку, перетащили. И вот в это время надо быть тоже очень внимательным, потому что часто именно в этот момент случается поклевка. Вот здесь вот 16 грамм. Оп! Есть! Сейчас была четко ощутимая поклевка. Это судак. Точнее, наверное, сказать, это судачок. Глубина 7 метров. Течение вместе ловли. И вот, пожалуйста, типичный представитель. Джиговый судак. Судак не очень крупный, но, скажу вам честно, июль месяц, температура воды, как я вам уже говорил, очень такая высокая, поймать какую-то трофейную рыбу в это время года, по большому-то счету мы и не рассчитывали. Но все равно даже вот такой вот небольшой судачок приносит массу положительных эмоций от поклевки, от вываживания. Давайте его отпускать. 7 метров. Здесь с ним ничего не случится. Глубина не настолько большая. Это вот знак благодарности. Он взял меня и облил водой. То есть мы с вами поймали судака на первом забросе. Это подтверждает мои слова. Если мы подъехали на точку, сделали несколько забросов, и она не клюет, лучше ретироваться с этой точки и уехать на новое место. Ну, или на хорошо известное, вот как в данном случае мне место, да, или поискать какие-то другие перспективные места. Пусть там неизвестные, а другие перспективные. А вот помощником в данном случае, когда мы ищем новые перспективные места, всегда бывает эхолот. Я не первый год пользуюсь эхолотами фирмы «Лоуренс». Но, наверное, в силу того, что они меня устраивают, у меня самый первый эхолот был «Лоуренс». В этом году я обновил прибор. Вот у меня «ХДС-12» «Карбон». Чем отличается вот этот эхолот от того, который был у меня? А был у меня «Лоуренс» «ХДС-12» «Ген-2». Ну, скажу вам тем, что процессор намного мощнее, и он просто летает. Когда надо что-то перелистнуть куда-то, он просто летает. Вот я вам показываю, как он быстро открывает любую там страницу, которая мне нужна. Ну и, соответственно, четкость картинки. Картинка у него настолько четкая, так он показывает структуру дна. Он с функцией 3D, этот эхолот. Мы, когда с вами приедем в коряжничек, где будут коряги, где мы не будем стоять, а будем двигаться, и мы, и я вам попрошу оператора показать картинку, и вы сами все увидите. Ну, а сейчас давайте продолжим. Одного-то поймали, может быть, еще одного поймаем. Сейчас перетащил приманочку через корягу. Куда я кидаю, там несколько помельче. Поэтому джиголовка достигает дна гораздо быстрее. А вот чем ближе ее подтягиваю к лодке, тем глубже становится. И головочка у нас зависает. В общем, это по классике жанра. Мы стараемся кидать куда-то на мелкий участок и стаскивать нашу приманку в глубину. Тем самым давать ей больше времени подвисать. То есть давать рыбе больше времени на атаку, на хватку. Хотя существует школа ловли джигом с так называемым переутяжелением. То есть люди, некоторые любят ловить с переутяжелением. Они ставят груз головку значительно тяжелее. И пауза длится не как вот мы с вами говорили там две, три или там четыре секунды. А гораздо меньше. То есть они делают несколько оборотов катушки. Тюк, тюк, тюк. И вот приманка как бы прыгает по дну короткими такими перебежками. Минимально зависая в толще воды. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Но так называемый хэви джиг еще, когда тоже ловят тяжелыми груз головками. И вот так вот он стучит по дну. Тоже имеет место быть. Иногда рыба очень хорошо на это отзывается. Но скажу только то. Вот я сейчас опять через коряжку прошел. Когда мы ловим в сильно закоряженных местах, чуть полегче грузик, более предпочтительнее, нежели груз с утяжелением. Потому что когда грузик чуть полегче, он не так проваливается в эти коряги. Где-то задел, где-то подвис, где-то мы перекинули, перетащили его через корягу. Когда груз с переутяжелением, сделать это становится сложнее. То есть он может гарантированней забить нашу приманку в корягу тяжелый груз. Если поговорить немножечко о проводке, то в классическом джиге, точно так же, как и в микроджиге, существует масса разных вариантов проводки. У каждого, наверное, рыболова есть своя любимая. Кто-то ловит с подрывом приманки, кто-то делает три оборота катушки, кто-то за одну проводку делает. По-разному я вам сейчас попытаюсь объяснить, как по-разному. Вот, к примеру, приманка достигает у нас дна. Сейчас вот я подожду. После заброса вымотали слабину и наблюдаем на кончик удилища. Ждем, когда он отыграет. отыграл, шнур провис, все, приманка достигла дна. Два-три оборота ручкой катушки, ждем следующих касаний дна. Так вот, кто-то делает один оборот катушкой, потом три, потом два, потом один. и вот так в разных порядках там как-то сочетает, вот, можно так делать. Можно делать ровно три оборота ручки катушки, можно делать с подбросом приманки, вот как я сейчас делаю. То есть, пару коротких рывочков, подкидываем приманку, ждем, когда она ляжет на дно. Опять подбросили, ждем, ага, упала, опять подбросили. Иногда такая тактика приносит результат. Вот здесь вот на приборе видны точки. Это те точки, которые я забил в этом году. В прошлом году здесь тоже были точки, они были немножко на других местах. Поэтому мы сейчас попросим электромотор передвинуться на другое место и встать на другую точку. Во-первых, мы немножко новые места прокидаем с вами и прокидаем если есть прежние места, то немножко под другим углом. Это тоже часто очень важно. тут под берегом прям гуляет мелкий жерешок плещется и часто мне тычет прямо по шнуру. Он думает, что здесь какая-то букашка плывет. ух ты, ой-ой-ой. Вот, друзья, сейчас переехали на новую точку опять. Буквально несколько метров сместились и первый же заброс и первая поклевка. Но поклевка была настолько слабая просто вот в кончик удилищ я как бы даже машинально сделал подсечку и вот рыба сидит. Что там за рыба я пока не понимаю потому что она даже не сопротивляется как-то тащится вот ага небольшая щучка но так она клюнула нехотя ну просто и вот только подойдя к лодке все давайте ее сейчас возьмем ух ты а у нее какие шрамы то на теле ну наверное ее тоже кто-то кусал неужто это клыки не знаю что это за шрам от мунга но такое бывает кстати щука уже у кого-то была на крючке вот тоже у нее зарастает здесь ну и надо сказать что ей повезло в очередной раз мы тоже ее сейчас вот пролунная рыбка мы тоже ее сейчас отпустим чтобы она росла и здравствовала красота ну просто супер активное передвижение по водоему позволяет нам то там то здесь поиметь по поклевочке поймать по рыбинке продолжим может быть там еще какая-нибудь стоит щучка или судачок на нашей поролонке добавился порез шрам чем еще выгодно поролонка тем что ее хватает значительно больше чем любую силиконовую приманку на дольше хватает она может выдержать гораздо больше поклевок и гораздо больше на нее можем поймать рыбу это совсем не значит что я вас призываю ловить на поролон есть и только на поролон еще раз скажу у каждого из нас своя любимая приманка кто-то любит ловить на резину там какой-то одной фирмы кто-то на резину другой фирмы кто-то на виброхвосты кто-то на твистера я люблю ловить на поролон вот эта щучка сейчас у нас с вами клюнула без поклевки я почувствовал потяжку то есть она взяла приманку и потянула ее я сделал подсечку и вот она за самой краешей губы зацепилась думаю что хотел сказать думаю что взять ее будет проблема вот она сделала свечку на камеру что характерно и уплыла ну она нас освободила от извлекания приманок а поролонку тем не менее она погрызла и очень здорово сейчас я попробую ее поставить на место и посмотреть ну вот мне кажется даже вот с таким шрамом она будет еще работать давайте посмотрим ну что настроение я вам скажу поднимается на двух забросах две щучки это очень хорошо а уж если сейчас и третью поймаем то я не знаю я вообще буду просто счастлив если первая щука у нас клюнула на выбросе в самом начале проводки то вот эта щука клюнула уже ближе к середине проводки очень часто рыба клюет даже у лодки когда мы ловим с вами на джик особенно если мы с вами ловим где-то в глубине вот сейчас по коряшке мы протащили приманку вот опять постучали по коряшке и опять перетащили без всяких резких движений это очень важно почему рыба часто ловится у лодки да потому что во время джика мы часто ловим на больших глубинах это не микроджик где мы там ловим на глубине метр полтора максимум два вот у нас опять вместе ловли с вами 7 метров еще один момент вот с этой точки мы с вами сняли две рыбки вот чтобы не забыть я хочу сейчас эту точку забить себе в охолон только для того чтобы запомнить эту точку и в следующий раз лодку выставить именно так вот как она стоит сейчас потому что корягу мы знаем где находится щуки откуда клевали знаем щуки мы с вами отпустили у нас есть все шансы на следующей рыбалке их снова поймать а делается это вот так я дотрагиваюсь пальцем до карты у меня появляется надпись новый пункт я на нее нажимаю и выбираю любую какую мне надо точку вот символ любой я когда ловлю рыбку в каком-то месте ставлю вот такой ромбоподобный символ все у меня в охолоте появилась новая точка 1392 с определенным символом я буду понимать что вот если с этой точки я рыбу не ловил а вот с этой ловил то я ловил и с этой точки я это буду четко понимать то есть каждый символ что-то обозначает стоит ли подыгрывать если вы обратили внимание удилищем подыгрывать приманкой сложно сказать иногда я у лодки это делаю чаще всего я это делаю когда я ловлю на большой глубинах 8-10 метров когда я ловлю кориандр приманка подходит ближе к лодке и в этом месте она зависает чем ближе к лодке она подходит тем она зависает на большее время и вот во время этого зависа у лодки я иногда подыгрываю сказать что это очень здорово работает и помогает я не могу но иногда после подыгровки удилищем приманкой получаю поклевку ну что друзья обловили мы с вами это место с трех постановок обловили сначала подъехали тут же поймали на первом же забросе судачка потом у нас была тишина мы переместились ничего не поймали переместились еще раз на новую постановку на новую точку и здесь мы с вами поймали две щучки после этого опять тишина время тратить не будем поедем на новое место очень часто джиговые ловли привязаны к какому-то локальному месту это может быть все что угодно какая-нибудь коряга на дне водоема небольшой пупок ямка перепад глубины не важно что а вот здесь вся эта площадь вот огромная такая площадь ну достаточно огромная она закоряжена поэтому привязываться к какой-то конкретной точке пусть даже забитой точке на приборе эхолота смысла нет я частенько двигаюсь здесь в таком шахматном порядке и прокидываю этот участок потому что еще раз скажу здесь кругом коряги и мы их ощущаем на каждой проводке и на каждом забросе вот когда у нас с вами на очередной подмотке приманка не достигает дна то есть мы ждем когда у нас приманка достигнет дна а кончик удилища отыграет это движение кверху а у нас этого не происходит это значит что наша приманка повисла на ветке или на какой-то коряге и она висит она не падает на дно здесь вот в таких ситуациях лучше всего просто поднять удилище кверху перетащить через эту коряжку приманку и опять дать время опуститься ей на дно когда мы перетаскиваем приманку через корягу мы ощущаем как наша приманка задевает за это донные препятствия вот это надо иметь ввиду то есть в какой-то момент вы понимаете что приманка не падает значит она повисла где-то там на какой-то ветке на коряге еще на чем-то перетаскиваем и продолжаем проводку если вы обратили внимание вначале мы начали ловить на поролон белого цвета с черной спинкой поймали несколько рыбок потом я поставил поролон белого цвета с красной спинкой почему я это сделал ну только потому что я взял другую же головку и чтобы не переоснащать приманку я поставил ту поролон которая мне попалась под руку вот сейчас я снял поролон с красной спинкой и поставил голубую поролон с синей спинкой опять только потому что я 28 грамм мне показалось здесь многовато поставил головку 24 грамма а это на 28 грамм новой головочке осталась оснащенная так влияет ли цвет на клев рыбы вот я к чему это веду друзья конечно влияет как сказать не могу не знаю то что влияет да влияет иначе почему сегодня ловится на белый поролон с черной спинкой вчера к примеру ловился там на зеленый поролон позавчера там на синий но вообще конечно вот хочется сказать что как правило ловит тот цвет приманки который больше всего нравится именно нам вот уверен рыболов в голубой поролон чаще применяет этот цвет и чаще на него ловит рыбу поэтому на мой взгляд ловит именно тот цвет приманки который нравится нам ну давайте продолжим вот обратите внимание какое красивое дно в месте ловля кругом коряги отбрасывают тени коряги показывают нижний структур сканер датчик коряги показывают боковые датчики вот в каких местах приходится ловить вот те коряги о которых я вам говорил то есть они здесь везде тут нет какой-то локальной коряжки одной они везде справа от лодки слева от лодки вот под нами коряги вот такую картинку рисует этот эхолот есть без поклевки мы с вами получили сейчас рыбку но поклевки у нас не было рыбка не очень крупная бывает такое что вот это это берш это бершик бершик у нас с вами клюнул без удара в общем он видимо под прижал приманочку как-то поддавил ее я только на подмотке почувствовал тяжесть сделал небольшую подсечку и вот бершик клюнул друзья в рамках нашей передачи я ни разу не говорил чем отличается берш от судака а ведь мы с вами начинающие спиннингисты и не каждый это знает так вот смотрите берш он чуть мельче чем судак крупный берш килограмм это уже считается крупный берш допустим ну вот это вполне половозрелая особь у берша более четкие полоски чем у судака у судака они не такие ярко выраженные у берша вот здесь вот на крышке на жаберной чешуйчатость ощущается такая шершавость у судака в этом месте гладко а здесь шершаво более выразительные глаза у берша нежели у судака ну и самое главное отличие у берша нету клыков таких как у судака ни на нижней челюсти ни на верхней зубки какие-то у него тут проглядываются но клыками назвать их невозможно ну вот в основном основные отличия берша от судака давайте не будем его мучить возьмем и отпустим хочу рассказать вам еще об одной маленькой хитрости во время джиговой ловли когда мы ловим в корягах и наша приманка зацепилась а мы с вами бросали строго вниз по течению существует прием так называемой обратной петли этот прием позволяет в некоторых случаях спасти нам нашу приманку вот у меня сейчас приманка зацепилась за корягу я не стал сильно дергать я открыл дужку катушки и спустил шнур несколько метров метров 10 шнура может быть 15 вниз по течению то есть шнур плавающий он ушел по поверхности за зону зацепа приманки и вот после этого я делаю несколько резких рывков что происходит все вот наша приманка отцепилась что происходит шнур у нас ушел а зацеп находится как бы за дугой мы делаем несколько рывков и шнур обратной петлей в обратном направлении вытягивает зацепившуюся приманку вот мы опять зацепились с вами сейчас опять попробуем обратной петлей спасти приманку спускаем несколько метров шнура делаем несколько резких рывков и после этого частенько наша приманка в обратном направлении как бы освобождается и мы заново начинаем проводку если уже этот прием не помогает можно попробовать на лодке зайти за зону зацепа постараться отцепить приманку также в обратном направлении уже с помощью удилища если это не помогает тогда наверное придется рвать что честно говоря не очень хочется делать вот этот зацеп оказался глухой и обратной петлей нам спасти его не удалось я думаю что мы с вами отойдя за зону зацепа все равно спасти не получится у нас поэтому как правило рыбаки рвут шнур приманку сейчас попробуем я почему снялся с якоря потому что мы все равно планировали отсюда уезжать и менять место дислокации конечно если место уловистое рыба на нем ловится и мы получили зацеп то гораздо проще наверно оторвать перевязаться чем подъехать там набулькать нашуметь намутить испугать всю рыбу в зоне ловля вот и в обратном направлении нам спасти приманку не удается поэтому здесь только один вариант обидно обидно досадно ну ладно приманки мы же с вами знаем это расходный материал так что мы сейчас перевяжемся поменяем место дислокации в принципе поменяем место ловли мы уедем из этого судачьего места или теперь уже наверное можно с уверенностью точно сказать бершового места потому что судака поймать мы с вами здесь не смогли а поймали только берша и поедем на точку на одну где как я уже говорил можно гарантированно поймать щучку во всяком случае мы ее там попробуем поймать а получится или нет посмотрим судачьи место нас подвело нам там с трудом удалось поймать лишь одного небольшого бершика поэтому мы поменяли точку дислокации и приехали на другое место это тоже остров и вот здесь под островом есть небольшая яма мы с вами стоим на глубине 3 метра а в зоне ловли будет глубина максимум метра 4 может быть 4,5 5 здесь на судака рассчитывать мы можем меньше всего а вот щучка я надеюсь порадует нас своей поклевкой вообще бы хотелось чтобы она нас порадовала не только поклевкой но и сопротивлением своей борьбой поролоновую рыбку я оставил ту же а вот головочку заменил если вы помните там мы применяли 28 грамм потом я поставил 24 здесь мы будем использовать грузголовку 12 грамм ну это трактует глубина в месте ловли и не такое сильное течение как там все-таки там мы с вами были на коренной волке где дует маму не горюй я бы сказал здесь протока большая течение не очень сильное поэтому 12 грамм я думаю будет за глаза первый заброс прям под берег недалеко тут небольшие коряжки под берегом и была поклевка и рыба сорвалась то есть она нас порадовала своей поклевкой а вот сопротивлением во время вываживания не порадовало да вот смотрите на поролонке у нас прямо выдраны клочья поролонка была новенькая а тут выдраны клочья прямо то есть рыба сорвалась ну ничего страшного попробуем поймать еще эту вряд ли нам наверное удастся поймать в ближайшее время а вдруг здесь еще есть какая-то обидно обидно я так надеялся но это вот мы с вами что микроджик снимали в июле что классический джик снимаем в июле конечно если бы это была сейчас осень мы бы с вами места другие бы ловли применяли были бы на других ловли и могли бы спокойно надеяться на трофей как на трофей судака так и на трофей щуки а сейчас приходится ловить вот что получится перспективное место там под берегом в той ямке здесь у лодки вряд ли стоит ждать поклевку ну у нас с вами вот видите одна щучка клюнула там и все на протяжении всей проводки задеваю задонные коряги место такое интересное закоряженное рыбка должна быть ну видите вот один раз и все ну все сейчас лето на многих корягах тина присутствует вот я сейчас через коряжку перетиш перетащил и почувствовал как я цепанул вот эту тину на приманку давайте еще заброс если нет то меняем дислокацию а вот куда ехать сейчас подумаем и зубы свои оставила на поролонке и все и все висит вот прошли нет нет все и все на другое. Оббрасываем, обкидываем, что-то там меняем, что-то делаем, но у нас ничего не получается, и рыба не ловится. Вот в летние месяцы бывает, помогает прием, когда мы уменьшаем размер приманки. Ну, вот в частности, мы с вами сейчас ловили до этого на поролонке с 11, 10 и 11 сантиметров, а вот сейчас я поставил поролоночку 7 сантиметров. Это не говорит о том, что мы будем ловить мелкую рыбу на нее, но вот очень часто бывает, что уменьшение приманки сразу приносит результат. До этого вот мы с вами никакую рыбу вообще не ловили. Давайте посмотрим, сработает ли этот прием сейчас здесь. Ага, была поклевка, но это, скорее всего, окунь. Вот там, под берегом, куда я сейчас кинул, был всплеск, плеснулся некрупный жерешок. Поскольку это все происходит под берегом, то я не исключаю возможности, что и окунь там, где-то рядом с жерехом, трется. Но я скажу больше, я знаю эту точку, и мне часто приходилось ловить здесь окуня на джик. здесь тоже у меня есть одна заветная коряшка. Я сейчас не знаю, доброшу я до нее или нет. Там тоже живет щучка. Правда, в отличие вот там, где у нас сошла рыбина, щучка здесь живет помельче. Я ее несколько раз ловил и несколько раз отпускал. У этой щучки есть определенные какие-то на теле шрамы, по которым я ее и узнаю. А вот у нас с вами, посмотрите, что стало с поролонкой. Ее немножко натянули на крючки. То есть у нас была поклевочка, но мы ее даже не почувствовали. Поэтому надо будет, когда вот такая ситуация происходит, будет не лишним кинуть еще один раз в то же место и сделать еще одну проводочку. Все-таки кто-то нашей приманкой с вами интересовался. Нет, это грузик обо что-то стукнул, а у меня не выдержали нервы, и я сделал что-то типа подсечки. Есть! Что-то некрупное. Ать! Завело в коряге, но ничего, протащил. Ну, как бы там ни было, смена приманки принесла пусть вот этого маленького, но судачка. Причем до этого была поклевка, поклевка была холостой. Я не знаю, этот ли судачок шел за приманкой или другой атаковал. Но вот сам факт, что смена приманки, ее уменьшение принесло нам с вами долгожданную, я вам скажу, рыбку. Потому что, объехав несколько перспективных участков, мы с вами даже поклевки не имели. А когда приманку нашу уменьшили в размер, то стал, то стали время от времени получать поклевочки. Пусть они не всегда были реализованы, но вот в данном случае одну реализовали. Рыба некрупная. Да, некрупная. Но, друзья, еще раз хочу вам напомнить, что мы с вами ловим джигом в июле месяце. И ловим в основном наша с вами ловля нацелена не на трофейную рыбу, а главная-то задача наша заключается в том, чтобы мне показать начинающим джиговикам, как, где, в каких условиях работает джиг, на какие приманки, какой проводкой я пользуюсь. Вот основная наша цель. Ну и попутно, если мы с вами поймаем какую-то рыбку, конечно, это будет здорово, потому что все мои слова худо-бедно подтверждаются практикой. А за крупной рыбой или скажу за более крупной рыбой, мы с вами как-нибудь в рамках нашей передачи отправимся осенью и отправимся куда-нибудь вниз по Волге на Чебоксарское водохранилище, где поимка трофейной рыбы более предсказуемо, что ли. Помотались, помотались мы по водоему, поездили, поездили. Время, отпущенное на передачу, у нас заканчивается, вечереет. И вот мы вернулись на ту же точку, с которой мы с вами и начинали рыбалку. Рыбка здесь отдохнула, и вот на первом забросе у меня поклевочка. Но рыбка очень мелкая, я думаю, это не крупный судачок. Так и есть. Не везет нам сегодня с вами с трофеями. Рыбка ловится некрупная. Но еще раз хочу сказать, это не осень, и фильм у нас называется не съемка, и фильм наш с вами называется не ловля трофейной рыбы, а джик. И вот такой красавец судачок на джик, на джиковую приманку попался. Мы его с вами отпустим, а пока позволяет время суток, то есть еще не совсем стемнело, попробуем поймать еще. Глубина в месте ловли неоднородная, приманка сначала поднимается с глубины на более мелкий участок, и мы ощущаем короткие ступеньки, то есть приманка быстро достигает дна, а вот здесь она опускается, и вот опять на очередной ступеньке, когда она стала валиться в глубину, у нас с вами клюнул очередной некрупный судачок. вот какой шустрый вечер, активность заметно возросла, и он стал поклевывать на каждой проводке. этот судак, как помните первый, которого мы отпускали, решил, что я, наверное, не умывался, и облил меня всего, просто обрызгал. Ну, может быть, еще получится поймать? Давайте попробуем. в общем-то, ничего удивительного здесь нету, глубина в месте ловли приличная, если вы помните, я говорил вам, 7 метров, здесь течение, кругом подкручивает, то есть есть обраточки какие-то, есть граница струй, водовороты, судак такие места любят, но вот сейчас здесь держится мелкий судачок подошел, я думаю, что есть какой-то период времени в сутках, когда сюда может выходить и крупный судак, но чтобы это проверить, нужно здесь просидеть целый день, для этого надо набраться терпения, и вряд ли у меня это получится, потому что я все-таки больше склоняюсь к активной, к активному поиску рыбы, я не могу сидеть на одном месте, если рыба не ловится и ждать, когда она подойдет, хотя существует и такой способ ловли, а уж как ловить вам, вы выбираете сами, или активный поиск по водоему, активное передвижение по водоему, поиск активной рыбы, или вот встать на одну какую-то перспективную точку и стараться обловить ее в течение допустим какого-то долгого времени, а может быть и целого дня, но этот способ ловли может принести результат, а можно пролететь и остаться с нулем. Давайте сделаем еще несколько забросиков и будем заканчивать. А забросы мы с вами сделаем в разные точки, туда, куда мы до этого не кидали. То есть пробьем это место в разных направлениях, в разных местах. ну вот пробили одно место, видите, зацепили приманку. Бывает и такое. Способ обратной петли здесь нам вряд ли поможет. Это уж я так от ничего. Это уж я так на всякий случай. Да, леску выдувает совсем другую сторону петлей, поэтому здесь нам ничего не остается как вот приманка это расходник. Как взять и оторвать. Ну вот, друзья, я оторвал очередную приманку джиговую. Расстраиваться сильно не будем, это расходники. на этой не очень приятной ноте разрешите мне закончить нашу передачу. Мы с вами сегодня были в разных местах, нам посчастливилось поймать разную рыбу, несколько щучек, несколько судачков, поймали даже бершика. Тем самым подтверждаем, что джиговая ловля может быть эффективна и вот в такой противный восточный ветер, и когда у нас полная луна, и когда на дворе или на календаре июль месяц и температура воды очень высокая, двигаясь по водоему, мы с вами искали активную рыбу, находили ее и худо-бедно ловили. Так что позвольте мне вот на этом откланяться. До новых встреч на канале Spinning Line в рамках нашей передачи Азбука спиннинга. А с вами, как всегда, был Валерий Новосадов. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова